Приветствую вас! Знаете, я вот подумал, почему сын 27 лет не хочет жить отдельно? Ну, вот просто. Ведь казалось бы, совершенно очевидно, что вы создаете ему неудобства. Поймите, Брайан, я сейчас говорю про него, про его точку зрения, про вас, да? Вы создаете ему неудобства, вы создаете для него препятствия, вы ссоритесь с ним, скандалы устраиваете, вот. И все это вашего сына как бы ограничивается. Я думаю, коллега у него вот такая, да, которая, ну, очевидно, им, как бы, помыкает, да, то есть, как бы, заставляет его, там, готовить еду, там, еще что-то, еще что-то, да, то есть, ставит его перед фактом, по сути, то есть, она диктует правила о него. Я подумал, а случайность ли, то, что ваш сын, с одной стороны, не хочет, не может, возможно, жить один, с другой стороны, не хочет, не может, а, значит, организовать работу так, чтобы родителям было, ну, как бы, чтобы все были довольны, да, и не может, а, на своих условиях работать. Совершенно очевидно, вот мне, по крайней мере, из вашего описания, показалось, что, что Аня сама, как бы, диктует ему, да, что будет, когда и как. А вы просто молча миритесь с этим, и все. Вот. Я подумал, почему сын такой? С чем это связано? Что сын такой? И тогда я посмотрел на вас. И вы описали себя очень хорошо. Вы любите уют, любите, когда все, так скажем, скромно, любите, когда все культурно, когда все тихо. Вот. Вы достаточно стеснительный человек. Вы не чужды стыда. То есть, вам может быть стыдно за что-то. Вот. Вы переживаете за то, что кто-то увидит, что вас там не убрано, или что-то еще. То есть, для вас много, ну, много значения имеет, кто о вас что подумает. Вот. Плюс, вы создали у меня ощущение такое, что вы, ну, хозяйка, что вы пытаетесь хранить домашний очаг. Вот. И гиберопека. То есть, у меня ощущение такое, что вы гиберопекаете своего сына. То есть, вы, как будто бы, знаете, вот, позволив ему вернуться, да, вы, вы, как будто бы, ну, смотивировали его, смотивировали, на то, чтобы он не развивался сам и не работал. То есть, вам нравится, когда он живет у вас. Вам это нравится. Вас это привлекает. Понимаете? Вот. Ну, хорошо ли это? Для него, например. Нет, я думаю, что нехорошо. И тогда я подумал, что ваша стеснительность, и ваша скромность, и ваша даже в некоторой степени боязливость передали сыну. То есть, насколько вы боязливы, насколько вы не уверены в себе, насколько вы чувствуете себя неуютно в ситуации, которую описываете. Настолько и ваш сын точно так же себя чувствует. И, соответственно, если вы хотите это изменить, то в первую очередь нужно вам не прогонять сына и не качать свои права, которые у вас безусловно есть, которые у вас безусловно имеются. Об этом чуть позже я скажу. А сперва работать над собой. Вот. Сперва смотреть так, а что же я? Что же у меня? Что же с моими чувствами? Вот. Почему я себя так ощущаю? Ведь... Я жил себя дома. Случайно ли это, что я себя дома не чувствовал как дома только потому, что рядом есть вот такой человек, который позволяет себе то, чего, например, я не позволила бы себе никогда. И не потому ли он меня так смущает, что мне хочется так же, что мне хочется так же заявлять о себе, а так же, может быть, ну, быть такой же свободной и так далее. Знаете? То есть ваша зажатость, ваша зажатость, она прослеживается очень сильно. И я думаю, что по сути это влияет на вашего сына. Знаете? То есть вы ему говорите, в принципе, правильные вещи. Что это наш дом, у нас есть две квартиры, да, что ты не можешь делать всё, что тебе хочется и всё, что тебе благорассудится в нашем доме, который построили мы. Вот. Это вещи-то, в общем, правильно. Но, вы говорите ему, что ты не должен этого делать, например, ты не должен этого делать, потому что я, ну, в данном случае я, это вы, Нелло, Нелло, чувствую себя из-за этого плохо. Я чувствую себя из-за этого, как бы, униженность, как бы, может быть, там, не знаю, брошенность, вот, и так далее. Так думают, так думаете вы, и так чувствует ваш сын. То есть вот эта вот зашатость передаётся ему. Правда? То есть можно, конечно, говорить, что он, там, должен, что он, там, ну, что ему, там, как бы, необходимо, да, жить самостоятельно и так далее. А, как бы, факт, это может быть и так. А ресурсы где взять для этого? Ведь, эээ, совершенно очевидно, что нужны ресурсы для подобных, а ресурсов нет. Правильно? Нет ресурсов, нет ресурсов. А почему нет ресурсов? А потому что вы говорите, эээ, об этом с ним. То есть имеет ли он в теории пригласить, эээ, к себе коллегу домой? Может. Имеет. Имеет ли он право пригласить коллегу домой? Имеет право. Может ли он это сделать? Да, может. Но только тогда, когда удобно вам. Да? А не когда удобно ей или ему. Прямо что вы живёте, потому что он живёт в вашем, в вашем доме. Вот. И я понимаю, у вас есть скандалы. Вы себя, эээ, настолько сильно, эээ, придавили. Вы себя настолько сильно, сильно зажали, что вы скандалите. Скандалите, потому что чувствуется, что всё, теряется, теряется контроль. Эээ, на жизни, над домом вашей. Вплоть до того, что вы дома себя не чувствуете, эээ, хозяйкой. Понимаете? Вот. То есть, эээ, вы правы. Но за счёт того, что вы свою позицию изначально подавляли, сразу её не выявили, теперь вам хочется, чтобы её больше не было. Теперь вам хочется, чтобы она больше не приходила. Теперь вы хотите, чтобы её вообще не было. Вот. Понимаете? И история здесь, она такая, что ваши желания, ваши желания, они должны быть реализованы. Но должны быть реализованы и желания вашего сына. И я уверен, что если вы начнёте говорить, эээ, например, ему, что, ну, например, мы не против, чтобы она приходила, да, она пусть приходит, тогда, когда удобно нам, а не да, когда удобно ей. Вот. То есть, хочешь, пусть приходила, пусть приходит. Но, чтобы, чтобы это было только, когда удобно нам, а не ей. Вот. Что касается еды, то готовить коллеги вы не должны. Это просто коллега, это даже не его девушка, да, и так далее. Готовить вы не должны. Что касается смеха и того, что она смеётся и вас отображает, ну, вот здесь, конечно, пожалуй, самый, значит, ну, самый проблемный момент. Потому что в теории ничего плохого в том, что человек смеётся, нет. То, что вас это задевает, ну, это ваша ответственность, что-то вас это задевает. То, что вас это напрягает, то, опять же, ваша ответственность. К сожалению, это ваша ответственность. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, что так. То есть, вы правы по сути своей и не совсем правы по форме. В основе лежат ваши страхи, ваша зажатость, стыд, непринятие себя, неуверенность. Неуверенность в себе, возможно. Что передаётся сыну. И в итоге на сына это влияет так же, как и на вас. То есть, сын не может сказать нет. Сын не может прямо выразить своего какого-то неудовольства и так далее. Вот. А вы выражаете это неудовольствие только в, как я понял, ну, в скандалах и в каких-то вот ссорах и всё. Понимаете? То есть, тут вот позиция именно такая. Так мы видим. Хотите, чтобы сын был самостоятельным? Хотите, чтобы сын нёс за себя ответственность? Дайте ему пример. Дайте ему пример. Покажите, как нужно нести ответственность. Понимаете? Да. Дайте ему увидеть, как это. Вот если вы сами не делаете того, что требуете от сына, то он думает, что это ложь. Это несерьёзно. Что так поступать необязательно. Что вы требуете от него чего-то невозможного. И так далее. Понимаете? Когда он говорит, что вот вы предложили ему, да, снять офис, да, и так далее. Он говорит, нет денег. Ну, так нет денег, это твои проблемы. И всё. Если нет денег, это твои проблемы. Вот и всё. Ну, вы так не сказали. Или, хорошо, у тебя нет денег, окей, я тебя понимаю, не вопрос, но тогда будут условия. Такие-то, такие-то, такие условия. Всё. Но этого нет. И как же сына научиться самостоятельности, если вы, по сути, не самостоятельны? Вот такая история. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что начинать нужно в себя, и ставить условия ему и коллеге. Вот. Вот и всё. Вот и всё. Вот и всё. Делать это вязливо. Без ссор, без криков, без скандалов, но настойчиво. А то, видимо, получалась такая история, что до тех пор, пока сын вас устраивал, вы ему позволяли всё. А как только он перестал вас устраивать, или как только вы дошли до определённой такой критической точки, скажем так, да, то вы начали вести себя по-другому. По-другому. А он не привык. Он не привык, что вы себя так ведёте. Вот. И правильно, что он не привык, не привык. Потому что потом вы вывёте из себя так не поставили. Понимаете? Понимаете? Вот. Вот, в принципе, и всё, что можно вам сказать. Так что, если вас интересует, да, если вы хотите, то можно будет, в принципе, с вами поработать. И поработав с вами, можно будет вам помочь. Вот. Смотрите ли вы тогда получить чёткую позицию по отношению к этой ситуации и вот к сыну? Да? Я думаю, сможете. Я думаю, сможете. Я думаю, сможете. Я думаю, сможете. Я думаю, сможете получить чёткую позицию. Которая будет включать в себя именно учёт всего. Учёт именно интересов, как к сыну, так и ваших. А не перекос. То в одну, то в другую сторону. Вот. Вот так я отвечу вам. Надеюсь, что помог. Надеюсь, что мою мысль вы уловили. Вот. Могу порекомендовать вам почитать про треугольник Карпмана. Вот. На мой взгляд, треугольник Карпмана вы являетесь жертвой. Сын у вас должен спасти от коллеги. Вот. Коллега является агрессором, преследователем. Вот. То есть, посмотрите. Посмотрите про треугольник Карпмана в интернете. Может быть, вы найдёте другую интерпретацию этого подхода. Но так или иначе, начинать нужно с себя. То есть, если вы приютили сына, то за это нужно нанести ответственность. Да. Но в рамках своих интересов, в рамках своих личных границ, которые вы не защищаете. К сожалению. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...